друзья мои всем привет сегодня будет видео для тех кто занимается электромонтажом или ремонтами в частности сегодня покажу такую приспособу который я посмотрел в интернете и решил сделать ее для себя и испробовать на деле короче приспособа для того чтобы штробить под электропроводку очень удобно прикольно ну и легко доступно в общем смотрите пригодится по-любому и так вот она моя болгарочка makita аккумуляторная и на ней стоит вот такой вот диск диск обычный диск по бетону старенький короче заезженный ну и чтобы не выбрасывать этот диск я решил на нем испытать данное изобретение короче обратите внимание лопасти данного диска у меня разогнута в разные стороны так как он очень легко поддается деформации я с помощью плоткогубцев просто разогнул его вот таким вот образом в разные стороны и получается при вращении каждая следующая лопасть зацепляет определенное количество гипсовой штукатурки либо мягкой поверхности на пробовал даже прорезать вот эту цементную штукатурку берет с легкостью но правда такие вот куски всякой там песка разлетаются конечно не очень-то приятно но все равно терпимо так и в общем разогнув вот эти вот лопасти данное приспособление получается прорезает канавку канавку можно регулировать путем разгибания этих лопастей еще больше то есть чем вам нужно шире тему больше можете ее разгибать но я там где-то толщина мне где-то на сантиметр я сделал для того чтобы можно было уместить туда кабель в принципе больше мне и было и не нужно как она работает замечательно работает только вот единственный момент то что пылит поэтому лучше использовать во время работы пылесос если у вас пылесоса нет то я вас поздравляю буквально за считанные секунды ваша комната превратится в такой резервуар пыли ну то есть ёжик в тумане вам обеспечен поэтому рекомендую использовать во время таких работ пылесос кожух для пыли отведения я не использовал думаю на скорую руку сообразив такой такое приспособление о кожухе тут и не задумаешься главное есть пылесос и этого достаточно но если с пыли отведением я думаю будет более эффективно но принципе мне и так нормально штробить в гипсовых стенах вообще за милую душу очень просто спокойно штробит но единственное говорю были много но это не так страшно зато ускоряет процесс работы в разы если делать штробу одной одним диском проходить по несколько раз это в принципе долго а вот таким вот способом все происходит гораздо быстрее я бы конечно не стал рисковать ставить такой диск кривой на болгарку потому что думаю вибрация будет ой 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 а на этой болгарке у нас все спокойно жутится работает вибрации вибрации никакой нету штробим пылим пыль отсасываем пылесосом короче очень все работает все прикольно сейчас я вам покажу сделал я штробы вот у меня штроба так глубина где-то 2 сантиметра ширина сантиметр ну вот принципе это все проходило очень быстро на вот эту штробу я потратил ну где-то может минуту за раз я прошел сразу что что мне надо было вот еще одна штроба здесь у нас на штукатуренный газобетон тоже вот прошел ну где-то минуту может 2 я не торопился потому что цементная штукатурка летела во все стороны пылесос не успевал справляться пыль отсасывал а вот саму семейную крошку не получалось поэтому она летела во все стороны и как бы не очень было приятно но зато результат пожалуйста готов штроба за пару минут за один раз уже готова но сейчас в общем вам покажу процесс работы данного приспособления аккумуляторной болгарки с таким вот диском потом пылесос фирмы dexter и сейчас с помощью этого я начну поделать прорези вот именно вот в этих местах эти по загребневых плитах сразу говорю это все происходит очень быстро единственным нужно помнить момент движение болгарки нужно двигаться вдоль точнее против они по нашей отметке если мы двигаться будем допустим отсюда наверх и у нас штроба будет оставаться снизу пыль будет лететь по этой штробе и пылесос не сможет справляться с этой поэтому нам нужно двигаться именно на от штробы то есть двигаться в направлении и создавать новую штробу тогда маша пыль будет лететь прямиком в пылесос короче что говорить давайте я вам покажу как это все будет происходить ну а вы пока будете смотреть данное видео не забудьте поставить лайк и написать в комментариях как вам такой инструмент такое приспособление для работы ну естественно пока вы сами этого не попробуйте вы ничего сказать не сможете поэтому берите старенький диск кромсайте его кремите его и уже после делайте оценку данного приспособления но я думаю пора перейти к испытаниям поехали и 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